Доброе утро, уважаемые друзья, дорогие коллеги. Я Эдвард Планчев и Олег Ротц. Как всегда, рады приветствовать вас. На нашем сегодняшнем брифинге ставки сделаны. Мы видим эту трансляцию из офиса компании KIT FINANCE Московского офиса. У нас более-менее нормальная погода, сухая, не жарко, не холодно, все прекрасно. Скоро говорят о открытии горнолыжного сезона и мы вместе с вами будем кататься не только на горках фондового рынка, но и на наших подмосковных и даже в Альпах. Что хотелось бы сказать? Хотелось бы сказать следующее. Вчера у нас завершился первый тренинг психология прибыли. На наш взгляд завершился хорошо. Участники нашего тренинга предложили регулярные встречи. Что-то типа клуба. Мы сейчас об этом думаем. Тема, потому что интересная. На мой взгляд вообще психология это самое важное на рынке. И там никакие проценты не надо считать просто. Это очень-очень важно. Самое важное на рынке. Итак, если вы хотите посетить наш тренинг психологии прибыли, записывайтесь, регистрируйтесь на нашем сайте www.brokerkif.ru раздел обучения, расписание, там найдете. Пока не очень много народу, поэтому вы можете оказаться среди первых, а может быть единственных участников, представителей, кто для вас одного. Будет проведен целый тренинг. Потрясающая возможность. Открываем график. Фьючер становится на 5500. Сейчас у меня мажуты экраны. Пропадет график, потом он снова появится. Волшебного мгновения убышки. Да, долго-долго что-то у меня протормаживает сегодня компьютер. По всей видимости, сегодня пятница. Чувствую просто, что пятница только тормозит. Все, значит пятница. Итак, фьючер становится на 5500. Говорить ничего нового, в общем-то, не буду. Почему? Потому что вы знаете, да, я обычно в пятницу позиции не открываю. А так как мы говорим о позициях краткосрочных, долгосрочных, то, собственно говоря, эта позиция значит переноса на выходные и дальше. Тем более условий для открытия позиции, на мой взгляд, нет. То есть длинные позиции мы продолжаем держать. Те, кто у нас будет смотреть записи, только присоединиться с первой из 1320, подключенные со 2500. А сейчас у нас 1431,5. Такие у нас котировки. Не думаю, что это тот самый уровень, который мы будем покупать. Мы будем покупать либо ниже, либо выше. Но, скорее всего, вряд уже пальцем был уровень. Так что долгосрочные мы уже держим, а краткосрочно на несколько дней открывать не будем. Что дальше? Фикс на евро. Фикс на евро, вы знаете, да, мой бычий взгляд на евро. Я считаю, что дойдем мы до 1,35 по евро, а сейчас, например, 1,2944. И большая вероятность того, что после Нового года у нас будет и 1,40, то есть где-то весной, на мой взгляд. А сейчас мы выбираем момент снова войти в это движение, потому что Олег понимал этот тренд. Я был в отпуск в этот момент и зафиксировался около 32. И теперь мы выбираем момент, где можно обратить снова небольшими короткими стопами на движение до цели 1,35. Ну вот пока этот момент не наступил, но на самом деле вот эта картинка мне уже больше нравится, чем до этого все то, что было. Так что оптимизм растет, момент приближается. Значит, что касается нефти. А с нефтью у нас сейчас котировки последние 92-34. Я называю котировки североамериканской нефти. Значит, если большой масштаб взять, то такое ощущение, что у нас нефть собралась пробивать этот уровень интерьера. Если просто так взять и посмотреть, то есть какие-то дополнительные анализы. На мой взгляд, будем мы колебаться на выборах американского президента где-то вот в этом диапазоне. Ну, грубо говоря, 87. Достаточно большой диапазон. 87-96 долларов. Очень хороший большой диапазон. Вполне нормальный для краткосрочной спекуляции. Но вы знаете, в последнее время мне не нравится нефть. И долгосрочный краткосрочный прогноз по ней давать не хочется. Просто смотрим на нее, что происходит. Потому что, так или иначе, отражается это дело на российском рынке. Не всегда в ту сторону отражается, в которую хотелось бы, или в которую обычно участники думают. Это тема, любимая тема Олега. Сейчас он скоро получит все, можно сказать, о потрясающих возможностях. Об открытии позиций на выходные на российском рынке. Как можно будет заработать в понедельник. У Олега уникальные возможности и способности предсказывать движение буквально на несколько дней вперед. До минуты, часов и минут. Он на эту возможность сегодня опять продемонстрировал. А сейчас пока золото. Золото 1770-2040. Не дадут нам до выборта 1800 подняться. Долгосрочная позиция нами удерживается с 1660. Держим, держим. И ждем с вами сначала 2000, ну а потом небеса. На этом, в принципе, все. Хороших вам выходных, если не успеете рассказать. Так. Как вы относитесь к идее биржи, вести утреннюю систему находки? Вы знаете, все нововведения биржи за последнее время, в принципе, я отношусь точно так же, как и все остальные участники рынка. А ликвидности у нас и так на рынках не хватает. А биржи гонятся за какую-то там еще дополнительную комиссию. То есть, та дополнительная ликвидность, которая приходит на рынок, размывается по часам. Мир весь торгует круглосуточно, но есть понятие регулярной сессии. Эта регулярная сессия не длится так долго, как у нас, понимаете? То есть, все в миру должно быть. Хочу другое сказать. Здесь по новостям говорят, что Югин будет президентом МВБ. Якобы соглашение почти достигнуто. Это очень положительное множество и датка для участников. Руководитель высокого уровня, очень авторитетный руководитель. И с огромным опытом работы на финансовых рынках. Поэтому он действительно, я уверен, абсолютно понимает, что надо делать и как там делать. Вот сегодня у Ведовских есть статика. Там сказано, что пока докончательного решения не хватает. На последних согласований якобы расходятся с самым главным стратегией развития биржи. А еще есть сегодня новости о том, что... Это старые новости. Главное, что собираются опять еще одну биргу делать. Вот эта межброкерская площадка. То есть с точки зрения как брокер я должен радоваться, а с точки зрения частного инвестора я не понимаю, что они делают. Как частный инвестор я не понимаю. Как брокер я понимаю, что они делают. Зачем они это делают, я понимаю. Прекрасно. Все, передаю слово Олегу. Олегу я микрофон включил. Тебе управление передаю. Доброе утро. Вчера была попытка развернуть рынок в начале дня. А потом рынок в принципе развернулся краткосрочно. Но мы вчера говорили о чем? О том, что подтверждение разворота будет прохождение уровня 1480 по МВБ. То есть с этих уровней можно частично открывать лонговые позиции на часть партфеля. Но основное подтверждение это выход выше этих уровней. Выше уровня 1480. Пока наш рынок чувствуется не очень хорошо. Связано это в том числе и с конфликтом, который между Турцией и Россией возник из-за самолета сирийского. Газпром, который поставляет газ в Турцию. Есть опасения инвесторов, что он от этого конфликта пострадает. Поэтому переходим на Газпром и видим, что здесь была попытка выйти из уровня 155-154. Но объем близкий к каким-то значениям чуть выше средних был. Но дальше даже с точки зрения техники появился очень неприятный бар. Пин-бар на повышенном объеме. То есть здесь весь спрос это остановили. Ну и потом уже дальше тоже здесь видно, что спрос уже не было. Мы в Газпром не входили вчера. Именно вот по этой причине смотрели, как будут развиваться события именно на этих уровнях. Но вот здесь техника подсказала, что пока инвесторы на фоне этого конфликта не готовы входить в Газпром. Это что касается Газпрома. То есть здесь ситуация техническая, ее обязательно надо отслеживать. Она подскажет какие-то моменты, что вот вчера и произошло. Но вот насколько сильно этот конфликт будет разгораться, пока неизвестно. Турецкая страна там заявляет о том, что они считают, что в энергетической сфере никто не пострадает. Интересы между Россией и Турцией не пострадают. Но посмотрим. Пока вот по лотилке видно, что инвесторы опасаются за эту ситуацию и продают. Поэтому с точки зрения той же техники следующий уровень находится в районе 150. Посмотрим, что здесь будет. Будут ли попытки разворота. То есть здесь сейчас просто ориентируемся на технику, ну и следим за этим конфликтом. Как он будет развиваться дальше, что касается Газпрома. По Сберу, как я уже тоже вчера обсуждал, пока делать ничего не хочется. Потому что Сбера уровень 23 обрабатывает с разных сторон. Вчера он снизу к нему подошел, до этого пробивал его, потом снова снизу тестировал. Чтобы открывать лонги именно сейчас, картина не очень хорошая. То есть здесь либо с уровня 91 в случае появления технических моделей наверх надо делать покупки. Ну либо если уже 93 пробьем и тестируем сверху, то в расчете на то, что выйдем к уровню 95. То есть вот такая схема. Само движение не очень большое будет, если будем 93 пробивать. А вот с 91 там побольше может быть движения. По норникелю ничего пока сказать не могу, кроме того, что стоп ниже 4700 пока есть. У нас небольшая долгосрочная позиция, но цена уже к ней подбирается к стопам. По лукойлу картина на растущей нефти не очень приятная. То есть нефть растет, лукойл никуда не движется. И лукойл последнее время ведет себя очень неадекватно. То есть на растущей нефти он может стоять на месте, потом нефть падает, он начинает расти. То есть здесь какая-то идет внутренняя корпоративная игра. Когда такая ситуация идет, либо только на технику смотреть, либо не торговать. Ну а по технике вы видите, что здесь сейчас классический боковик и мы в его середине находимся. То есть в середине боковика ничего не делает. Роснефть так и не смогла пройти выше уровня 213. Если здесь будет откат на 204 все-таки он произойдет, то здесь будут варианты для обхода в лонг. ВТБ неплохо выглядит. Сегодня ожидаются отчетности банков, отчетности ждут хорошие. Но на этом деле ВТБ вчера покупали. В принципе с точки зрения той же техники в этой зоне можно частично открывать лонги. Но на часть портфеля процентов на 20. И увеличиваются после прохождения вот этих уровней наверх. Какие-то крупные позиции я в текущий момент не открывал. По фьючерсу РТС. Что есть мы видим? Видим, что вчера прошли вот этот уровень сопротивления. Но как прошли? Обычно классика прохождения уровня это выход на хорошем объеме. Тестирование этого уровня тоже на объеме и выход наверх. Что здесь было? Здесь объем был вот на этом баре, то есть на баре, который выше этих уровней, был чуть ниже среднего, в районе среднего. Причем бар закрылся уже не вверху, а где-то в середине. Следующий бар вообще был разворотный вниз на повышенном объеме. Мы здесь постояли и уровень мы не удержали. Поэтому мы вчера своим клиентам здесь не стали рекомендовать покупки по фьючерсу. Ждем, как сейчас будет развиваться ситуация. Вот с утра рисуется тоже не очень красивый бар. Поэтому пока надо смотреть, где появится технический модель на вход. С одной стороны вроде импульс наверх был. Этот импульс может привести к росту. Но с другой стороны уровень 149 удержали, его не прошли. Опять находимся в этом боковике. И что сейчас? Если вот в этой зоне 147-147,5 появляются разворотные бары наверх, тогда можно будет открывать ланги. Если этого не происходит, тогда просто без подействия находимся. Так, по рублю. По рублю мы вчера обсуждали ситуацию и говорили о том, что будет попытка протестировать уровень 31.300. Так как на рост доллара уже сил не осталось все времени. Потому что весь негатив, который был на рынок, американцы могли выплеснуть. Они уже выплеснули. И выше этих уровней доллар не пошел. Но, соответственно, в каком-то позитиве рынок пойдет по доллару вниз. На уровне 31.300. Вот сейчас мы уже здесь, мы каких-то диспозиций не открываем. Просто я вам буду говорить какие-то уровни, куда рынок может сходить на 10-15 копеек. А долгосрочный тренд здесь в текущий момент такого серьезного я не наблюдаю. Что вот в текущий момент может быть. Но еще снизу есть уровень 31.230. Можем сюда откорректироваться. Но, в целом, пока сложился падающий тренд по доллару. Он вполне может двигаться ниже, пока какого-то разворота не произошло. Поэтому покупать на этих уровнях я пока не пытался. Так как идет тренд вниз. И есть либо держать шартовый падеж по этому инструменту, либо без падежа быть. Так, по второму эшелону пока не делаем ничего. Надо ждать по индексу МВБ, чтобы вышли мы выше уровня 1480. Потому что пока картинка здесь грустная, несмотря на вчерашнюю попытку вырасти. Отдельные бумаги только в виде ВТБ. Неплохо себя чувствуют. Остальные как-то не очень хорошо. Так, давайте на вопросы отвечу. Есть вопросы. Если сегодня хорошие статистики в 15-16 рынки пойдут вверх. Так, ждать ли этого движения для захода или возможно еще вход на 1.28? Ну, на самом деле по евро мы ждем движения наверх. В целом там была попытка вот этот восходящий тренд сломать, но она на текущий момент неудачная. И считаем, что будет движение наверх по евро. На следующей неделе по МВБ наш рынок, как всегда, будет отличаться изобретательностью и не будет похож на другие рынки. На него влияют не только какие-то экономические факторы сейчас, но и политические. В данном случае тот же конфликт с Турцией будет на него влиять. Ну и соответственно, от американского рынка я жду роста. От нашего рынка, если конфликт с Турцией в какую-то экстремальную область не перейдет, тогда мы потянемся тоже за Америкой и пойдет рост, пробьем 1480. Дальше будет ускорение и мы попробуем обновить ХАИ. Ну это не на следующей неделе, а в принципе на пару недель, которые у нас были недавно. Вот такая схема. Насколько велик потенциал падения Газпрома? Ну если я что-то, скажем так, прогнозировать не могу, потому что я смотрю, как вы уже поняли, на уровне, как мы эти уровни проходим, как обрабатываем, есть ли там спрос и предложение. На текущий момент какого-то спроса в Газпроме нет. Мы легко прошли 155, следующие 150. Будет ли там дно, но это будет видно по технике. Вы это сами увидите. По второму эшелону быстренько пройдусь. Транснефть и МРСК эти бумаги. По МРСК говорили мы о том, что в этой зоне может появиться какая-то поддержка. Чуть раньше, здесь переваление. Практически в этой зоне она и появилась. В целом долгосрочная идея по МРСК, она будет на эту акцию действовать. Несмотря на то, что решение там будет приниматься в течение 9 месяцев. А вот здесь, если говорить по часовкам, появился довольно-таки неплохой бар на покупку. Помните, я вам говорил, что если появится хороший бар на покупку на увеличивающейся объеме, это вот от этих уровней, от 2205, это будет вариант входа в ланге. Поэтому вот с этой зоны был такой вариант для входа. Что дальше? Дальше здесь сейчас движение тормозится, разобьется оно или нет. Но если здесь вошли, здесь просто можно стоп на безубыток поставить и смотреть, что будет дальше. Но в текущий момент, именно сегодня, я бы здесь не входил, потому что есть очень некрасивые бары с повышенным предложением. В транснефти тоже ситуацию, уже не раз мы это обсуждали, ситуация долгосрочная, акция сильно очень выглядит, даже несмотря на то, что подходит к уровню сопротивления. Поэтому ланги надо держать, новых лангов в уровне сопротивления лучше не открывать, ждать пробоя, отката и, если есть интерес, там открывать новые ланги. Старые можно удерживать. Пока здесь все хорошо выглядит. Спасибо за внимание, удачных трейдов. До понедельника и хороших выходных. Всего доброго. Успешно трейдов на месте. Прекраснейших выходных, чтобы набраться новых сил для следующей недели. Всего доброго. Спасибо. Продолжение следует...